Здравствуйте, ребята! Попробуем создать свою собственную композицию в историческом жанре на тему «Они сражались за Родину». В первую очередь, конечно, я должна, как автор работы, придумать, что я хочу нарисовать, какую-то идею. Меня интересует, например, идея, связанная с подвигом медсестер во время Великой Отечественной войны, и я очень хочу нарисовать медсестру, которая выносит с поля боя раненого бойца. Я начинаю работу свою с того, что я подумаю, в каком формате я ее сделаю. Формат у меня, по всей видимости, будет вертикальный, потому что я решила, что во весь рост изображу главных героев, а их будет двое. Я обязательно должна их правильно расположить в листе, поэтому я сейчас очень легкими линиями по диагонали пересекаю свой эскизик и по горизонтали-вертикали. Таким образом определяю мертвые зоны. Почему они называются мертвыми? Потому что если мои главные герои окажутся ровно посередине листа, то движение и жизнь в моей картине прекратится. И теперь я быстрыми движениями бросалась сейчас приблизительно, где у меня будут стоять главные герои. Я думаю, что у меня обязательно будет низкая линия горизонта, потому что я хочу показать величие подвига, поэтому они у меня будут как монумент вырастать из земли. На дальнем плане я думаю, что изображу продолжение боя, и здесь у меня должны быть люди, которые продолжают этот бой. Перед тем, как эту работу сделать, конечно, я посмотрела материалы по Великой Отечественной войне. В первую очередь меня интересовала форма бойцов. Обратите внимание, что основное движение, сейчас специально его усилию, вот это ее движение основное, очень важны у меня будут в движении ноги, чтобы одна коленка была выше, другая ниже, чтобы было видно, насколько ей тяжело. Все очень обобщенно, без всякой детализации. Вот теперь я думаю, устраивает мне такая композиция или нет. Меня смущает, что очень много пустого пространства в вертикальной плоскости. Моя мысль бежит дальше, и я думаю, а не попробовать ли мне ту же самую историю рассказать в горизонтальном формате, и не показывать, например, ноги наших главных героев. Опять-таки, обратите внимание, основное движение только еще. Мне очень хочется противопоставить хрупкой девочке такую мощную фигуру солдата, поэтому делаю ему широкие плечи, бессильно свисающую голову. В общем-то, я почти движение, которое нарисовала в предыдущем эскизе, не меняю. Я просто их усиливаю. Здесь я хочу, чтобы у меня оружие было в руках. Я думаю, что это будет более выразительно, что, несмотря на его ранение, он не выпускает ружье из своей руки. Я думаю о том, что при такой композиции мне лучше поднять линию горизонта, сделать ее более высоко. Я здесь вот танк нарисую, но этот танк будет уже искорежен войной. Сразу будет видно, что башня у меня изменила свой внешний вид. Это будет наш танк. Для того, чтобы усилить эмоциональный накал, я подумаю о том, чтобы изобразить, скорее всего, нашего воина, второго танкиста, который погиб. У меня как раз появится второй план в моей работе. На дальнем плане я все-таки оставлю тех людей, которые у меня были в предыдущем эскизе, которые бегут в атаку. Может быть, командира, который призывает к тому, чтобы все пошли за ним в атаку. Создам там нескольких воинов. И для того, чтобы показать, что бой был отчаянным, я хочу, чтобы у меня в композицию вошел не только наш танк, но еще и поверженный танк фашистов. Для того, чтобы показать, что это танк фашистов, обязательно нарисую знак. Они его вот таким вот образом изображали. Это тоже я почерпнула перед композицией, готовясь к ней, искала материал. Вот такая композиция мне нравится, наверное, больше. Вполне возможно, что здесь вот мне еще понадобится каска, мне понадобятся какие-то детали, которые будут валяться из корежного металла какого-то и, может быть, еще каких-то касок солдатских. И вот если я композицию нашла, я уже в этой композиции не имею возможности порисовать наброски с натуры, а вы это можете сделать. Потому что если вы эту работу выполняете в классе, то вы можете сфотографировать своего одноклассника или соседа по парте в той позе и в том ракурсе, который вы придумали в своем эскизе. И уже с этой фотографии более тщательно прорисовать его на большом формате. Я сейчас думаю о том, что я могу здесь немножечко проработать детали в этой работе. Раз он у меня танкист, значит, мне обязательно нужно нарисовать шлем, нарисовать погоны. У всех были карманы такие с клапанами, с двумя клапанами. Широкие пояса с гимнастерки. Оказывается, застегивались только до середины, с удивлением узнала я. И девушка. Опять у меня девушка в пилотке. Я считаю, что это удачная находка. Прическу ее оставляю с первого эскиза. То есть все, что мне удалось в первом эскизе, я переношу сюда. Обратите, пожалуйста, особое внимание на наклон плечевого пояса и у воина нашего, и у нашей медсестры. Вы обязательно должны думать о движении основных линий тела. Плечевого пояса, таза, линии колен в данном случае. Определившись с композицией, я могу приступить к ее цветовому решению. Но перед тем, как приступить к цветовому решению, я немножко хотела бы вас отвлечь. Композиционный центр в цвете можно выделить двумя способами. Тоновым контрастом и цветовым. Тоновой контраст должен действовать всегда. В любой работе он присутствует. Если его в работе нет, то посмотрите, что может получиться. Опять вернемся к примеру картины Дейнеки. Попробуем переставить местами фон. Вы сразу увидите, что произойдет. Для того, чтобы потренироваться, выделять главных героев, можно выполнить несколько упражнений. Выполнить их можно достаточно легко. Самое важное, чтобы ваши главные герои были либо темнее, чем фон по тону, либо светлее, чем фон по тону. Я взяла вот такое задание из рабочей тетради. Здесь мне важно, чтобы кот оказался темнее, чем фон. Поэтому, решив, что, например, он рыжий, я сразу начинаю очень сильно давить на карандаш для того, чтобы котика было очень хорошо видно на том фоне, который у нас представлен. Для того, чтобы выделить тоном нашего главного героя, кота, мне в данном случае нужно, чтобы он у меня оказался в цвете, выполненном темнее, чем фон. Для меня самое важное, чтобы цветовая гамма кота не совпала с цветом фона и чтобы внутри, когда я буду раскрашивать всю фигуру, цвета гармонизировали между собой. У вас есть подсказка. Если вы возьмете цветовой круг и внимательно на него посмотрите, то с помощью этого цветового круга можно находить гармоничные цвета. Представьте, что у вас там есть стрелочка. Вот такая. Цвета, которые располагаются друг напротив друга в цветовом круге, являются гармоничными. Если вы представите вот такую вот стрелочку, пересекающуюся, значит вы найдете четыре гармоничных цвета. Стрелочки прям укажут на эти цвета. И можно использовать еще стрелочки в поиске трех цветовых сочетаний. Посмотрите, что у меня получилось в итоге. Но не обязательно наш главный герой должен быть темнее фона. Он может быть и светлее фона. Посмотрите, пожалуйста, у меня была вот такая картинка. И после того, как я ее раскрасила, она у меня оказалась вот такой. Гармоничные цветовые сочетания, но мой герой намного светлее, чем фон, и поэтому хорошо виден. Это правило обязательно применять во всех композициях. А вот цветовой контраст используется только иногда по желанию художника и по необходимости для того, чтобы сюжет был и идея картины раскрыта с помощью цветового контраста. Вот у меня здесь есть такая заготовочка для упражнения. Мне нужно эту фигуру раскрасить таким образом, чтобы использовать цветовые контрасты. Контрастными являются те цвета, которые в цветовом круге находятся напротив друг друга. То есть мы используем только вот эту стрелочку. Тогда у меня получается, смотрите что, если я задумала, что у меня у главного героя рубашка будет желтого цвета, я увидела, что в цветовом круге фиолетовый находится напротив желтого. Значит, у меня орнамент будет обязательно включать фиолетовые элементы. Однозначно сразу решила, что сапоги у главного героя будут красными, а напротив в цветовом круге у нас находится зеленый цвет. Поэтому орнамент на сапожках у нас включает зеленые элементы. Фигура сразу бросается на этой композиции в глаза своей яркостью, звучностью. И плюс ко всему здесь использован и тоновой контраст, она светлая на темном фоне. А что же делать, если у нас не сделан, например, фон? Вот я все придумала по поводу своей фигуры. А фон могу я сделать таким же ярким? Нет, не могу. Будет непонятно, а что здесь главнее, фигура или фон. Он будет привлекать очень большое внимание к себе. Поэтому, работая над фоном, я обязательно, чтобы он не отвлекал внимание от главного, сделаю его намного бледнее, чем мой главный герой композиции. Вернемся к нашей композиции и попробуем в эскизе продумать цветовое решение. Я вначале все это продумываю в голове. Первый идет бой. Хочу, чтобы, конечно, у меня колорит будет достаточно темным, и цветовая гамма должна быть тревожной. Поэтому я сразу подниму, как у Дейнеки, дымы, под диагонали пущу, чтобы динамику создать. Любая диагональ всегда динамику создает. И я знаю из картин военных, что обязательно должны быть темные клубы дыма, не обязательно красные. Очень темно я сделать не могу, потому что самыми темными у меня будут фигуры главных героев, по всей видимости. Я не буду сейчас вдаваться абсолютно в детализацию. Для меня важно, чтобы были видны главные герои. Танки у меня будут обязательно темными силуэтами на светлом фоне. Я знаю, что наши советские танки были зеленого цвета, а вот танки фашистов, если не ошибаюсь, были черного цвета. Поэтому сделаем их более темными. Так, теперь земля. Сделаю ее пока холодной. Она должна быть обязательно темнее, чем небо. Потому что земля всегда плотная. Небо является источником освещения. Оно всегда должно быть светлым. Земля и все, что на ней находится, темнее неба. Даже вода, если вы когда-то будете писать воду. Потому что небо отражается в воде, а у воды есть еще свой собственный цвет. И поэтому, накладываясь на собственный цвет воды, небо становится в любом случае темнее. У меня получился немножко такой забор. Для того, чтобы у меня эта плоскость легла в пространство, мне обязательно нужно создать тоновой переход. Чтобы на переднем плане было, например, темнее, а на дальнем светлее. Я усилю передний план за счет такого цвета земли немножечко. И теперь мне остались только главные фигуры. Самое главное, самое определенное для меня, это сам танкист. Потому что стопроцентно я знаю, что у него форма черная. Поэтому я могу его сделать самым-самым темным в этой работе. Самым темным сделаю шлем, чтобы выделилось у меня лицо. Самые темные пятна и самые светлые пятна в вашей работе будут на себя обращать самое большое внимание. Что получается? В этой работе по теме своей я не могу использовать цветовой контраст. Потому что, если бы одежда была очень яркой у наших воинов, их убили бы в первую минуту боя. Поэтому все должно быть очень сдержано по цвету. Остался автомат. Он обычно серый. Опять-таки, как выделю немножечко, сразу подумаю, что у меня он будет выделен деталями. Он же на первом плане. Осталось только лицо, цвет лица человеческого. Это всегда охра. Охра, так разворачиваю, это цвет песочка. К нему можно добавить любой красный, оранжевый цвет, чтобы сделать немножечко небледным лицо. У нас они подкопченые должны быть, поэтому цвет не будет очень розовым. Поэтому сразу продумываю цвет лица быстро. И чтобы немножечко они были разными. Все-таки он танкист, она девушка. Значит, у меня выделился композиционный центр тоном. Фигуры темнее, чем фон. И это то, чего я хотела добиться. Но немножечко сливаются по тону земля и танки на дальнем плане. Значит, у нас с вами должны танки быть темнее. Потому что на землю больше света попадает. А танки стоят вертикально, а попадает на них света меньше. Поэтому мне нужно танки сейчас немножечко сделать темнее. Но я когда их буду уплотнять, я уплотню их не все, а только теневые части. Чтобы они у меня были видны. Не бойтесь рисовать многофигурные композиции. Берете серый цвет, наводите. И все, что у вас, все герои, которые на дальнем плане бегут, рисуются одной красочкой. Вот таким силуэтом. Их можно там сделать миллион. Просто шарик, палочка, длинненькое тело. Подумайте, как руки стоят. Буквально вам очень легко будет это делать кисточкой. Продлите немножечко. Уже побежал человечек. И можно этих человечков там сделать много и достаточно быстро. И они будут тут не одни. Человек, который здесь на первом плане, этим же цветом прохожу. Один, второй. А то мы про них совсем забыли. Мы их не будем сейчас сильно выделять. Потому что они у нас не главные. Это те пятна, которые для нас важны, чтобы организовать пространство картины. Буквально осталось несколько мазочков для того, чтобы понять, что детальки, которые у нас здесь расположены второстепенно, будут темнее. И у нас сейчас очень выблескивает ремень медсестры. Сейчас мы его посадим в картину. И все. Давайте посмотрим на то, что у нас с вами получилось. Мы наших главных героев выделили размером. Мы их расположили на первом плане, поэтому они у нас выделились и стали главными. По тону они самые темные в этой работе. При этом обратите, пожалуйста, внимание, что лица, их лица являются самыми светлыми. Наоборот, они хорошо выделяются на фоне темной одежды, лица и кисти рук. Все второстепенное мы специально высветляли. И очень правильно нашли тоновые отношения между небом. Оно самое светлое, чуть темнее земля и еще темнее все, что находится на дальнем плане. Что я добавлю в большой работе, когда буду ее делать? Я добавлю объема и я добавлю, как цвет освещения влияет на изменение цвета предметов. То есть у меня со световой стороны все будет окрашено немножечко вот в этот красно-розовый цвет. Я вам желаю удачи в вашей работе и надеюсь, что вы будете ловить свои мысли. Ловить свои мысли с помощью карандаша и бумаги. И научитесь придумывать очень интересные истории, не хуже, чем писатели.